Дальше вот я все время говорю, мы не можем исправить ситуацию, мы можем немножечко в рамках наших программ навести порядок с терминологической базой. Мы их по инерции называем полицией. Полиция – это штаты. Полиция – это вооруженные формирования, которые мы на свои деньги содержим для того, чтобы они обеспечивали нашу безопасность. Это неправда. Мы скидываемся налогами, нанимаем здоровяков и говорим, ребят, вы отвечаете за то, чтобы с нами все было хорошо, чтобы было безопасно. Это полиция. В данном случае мы имеем дело с претерианцами. Мы имеем дело с личной гвардией. Вот есть режим, она не только личная, она корпоративная, конечно, не только личная. Да, претерианцы были у Цезаря. Но, да, корпоративные, корпоративные претерианцы, которые не у нас на службе. И летом мы могли убедиться, что они не у нас на службе, потому что они просто метели меня за взгляд. За то, что я просто стою на месте, без плаката. Да? Они, было понятно, что они передо мной никакой ответственности не несут. Да? Они на охране этого корпоративного режима и лично Владимира Владимировича. Они, им поэтому даны такие права против нас. Против нас. Сейчас это все месседж, да? Государство, то, что называется у нас государством, это администрация. Они занимаются двумя вещами. Они воруют и окапываются у власти, которая дает им возможность воровать. Ничего третьего они не делают, разве что лгут. И зачищают информацию. Вот из сюжета ведомостей сюда встраиваются. Они зачищают информационное поле. Они лгут, чтобы остаться у власти, да? И они очень боятся улицы. Это единственное, чего они боятся всерьез. Выборы у них под контролем. Для выборов есть Панфилова, да? И учителя, которые нарисуют, вкинут и так далее, вбросят. А вот улицы, они боятся. И накануне предполагаемых социальных волнений, когда, так сказать, что происходит с экономикой российской, более-менее понятно и без Сонина, и без экономистов, мы это видим просто своими глазами. Они в преддверии этих волнений дают полный кодблар силовикам. Они говорят, ребят, мы вас продолжаем кормить. С силовиками все будет до последней секунды. С Антоном Макутами они будут накормлены. У них зарплаты, гарантии. Там все будет в порядке. Да? Защищайте нас, и с вами все будет в порядке. Вы никакого суда не будет. Вы можете сделать все, что угодно. Вы видите, вы в полной безопасности. Они лгут. Они лгут, потому что бывает еще и весна семнадцатого года, когда отлавливали всякого, на ком есть какая-нибудь примета, в угла у орла, и лечевали, да? Вскрывали животы, топили в Неве. Просто эти Антон Макуты, они двоечники, они не знают об этом. Им об этом не говорят. Что они на защите Сечина, Путина и всей этой шоблы, компании, да? Но в тот момент, когда численный состав, когда им будет противостоять не Костя Котов с плакатиком, не Эльдар Дадин и не Пономарев, да, Леонид Александрович, а когда им будет противостоять разъяренная голодная толпа, в этот момент, да, совершенно опять-таки не важно, что написано у них в законе, да? И в этот момент начнется, да, дарвинизм. Он уже происходит, да, он уже начинается. Только пока что этот дарвинизм обращен от тех, кто уже потерял работу, кто в отчаянии, да, уже преступность повышается. Ну вот, кстати, на этой же неделе была история с Владикавказом же, как раз вот буквально... Вот, и обрати внимание, а это уже другая немножко тема, обрати внимание, это другая тема. И Владикавказ, и новые губернаторы там на севере России, да, вдруг выясняется, что они за ШИЭС, да, вдруг выясняется, что требования отчасти удовлетворены на Кавказе, да, и вдруг выясняется, что не уголовные сроки, а административные, начинают сползаться, по окраинам расползаться, начинает, конечно, Москва в этом смысле, конечно, там, в смысле ОМОНа, Золотова, Нацгвардии, всего этого, все это стянуто. Кремль. Были подготовлено. Да, противотанковые ежи уже вокруг Кремля, такие там надолбы сделали, да, ты в курсе вообще, да, что в буквальном смысле забаррикадируют?